В Мурманске состоялась научно-практическая конференция, посвященная проблеме профилактики и лечения инсультов. Инсульты – вторая из наиболее частых причин смертности в России и в мире после ишемической болезни сердца. Как врачи борются с недугом и почему здесь как никогда нужна оперативность, расскажет Георгий Салиев. Столица Заполярья приняла у себя лучших медиков. В Мурманске состоялась научно-практическая конференция под названием «Эндоваскулярные технологии в лечении ишемического инсульта». Инсульт развивается в результате тяжелого поражения сосудов головного мозга и приводит к гибели части органа. Как правило, именно атеросклероз или излишняя вязкость крови, образующая тромбы, и провоцирует поражение такого рода. Обширные нарушения мозгового кровообращения – это прямая дорога к инвалидному креслу, а в худшем случае – к смерти. Здесь решающую роль играет скорость оказания медицинской помощи. Так называемые пациенты, которые находятся в терапевтическом окне. Это первые пессы, когда произошло нарушение мозгового кровообращения, закупорка какой-то артерии. Эти первые часы, они так называемые «золотые часы», потому что если восстановить кровоток быстро, то ткань мозга погибает еще не вся, и у этих пациентов они перспективны. Однако быстро помочь можно далеко не всем. Да и сами врачи говорят, что лучшее лечение – это профилактика. Методики эндоваскулярной хирургии позволяют при минимальном оперативном вмешательстве восстановить мозговой кровоток. Через маленький прокол в кровяное русло пациента заводится специальный манипулятор, который может извлечь тот же тромб из проблемной артерии. В Санкт-Петербурге данная технология используется уже несколько лет, а сейчас ведущие специалисты Северной столицы обучают наших врачей новым способом борьбы с инсультами. Применение внутрисосудистых вмешательств, в частности тромбоэкстракции у пациентов с ишемическим инсультом, позволяет улучшить результаты лечения, улучшить функциональный исход, вернуть большее количество пациентов к нормальной жизни после перенесенного ишемического инсульта. Дело в том, что для применитой методики необходимо не только обучить врачей этой манипуляции, но и перестроить соответствующим образом систему здравоохранения, систему оказания помощи этим пациентам. И именно таким опытом, опытом Санкт-Петербурга, мы хотим поделиться сегодня. Стоит сказать, что врачи областной больницы уже хорошо знакомы с практиками эндоваскулярной хирургии. По словам главного врача учреждения, эта технология поможет спасти еще больше жизней. Эндоваскулярные технологии в разделе лечения заболеваний сердца у нас применяются уже больше 20 лет. А эндоваскулярные технологии в разделе лечения сосудистой патологии головного мозга, они у нас применяются, но в очень маленьком количестве. И наша задача сейчас более расширить показания и увеличить количество пациентов, которым мы оказываем помощь при данном виде патологии. На сегодняшний день методика эндоваскулярной хирургии при лечении инсультов относится к высокотехнологичному виду оказания медицинской помощи. Здесь стоит вспомнить стентирование, которое еще 30 лет назад тоже считалось очень сложным видом операций. Однако теперь стенты — совершенно обычное дело в медицинской практике. Скорее всего, и методики эндоваскулярной хирургии со временем займут такую же нишу.